Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня постараюсь снять для вас два видео, потому что начались претензии. Все предъявляют мне, куда-то пропало, но об этом чуть попозже. Сегодня у нас вот такие кутабики, они с мясом и зеленью. В комментариях писали, что давно не было кутабиков, и я решила забабахать. И здесь у нас кофе. И первый кутабик, который лежит наверху, это, по-моему, с мясом. Да. О чем я хотела с вами поговорить, мои хорошие? Вчера у меня на канале не было видео, но зато на моем втором канале на бумажном было. Мне очень много людей пишут гневные комментарии на моем новом канале, что я совсем забыла про старые, что я занимаюсь ерундой, что вместо этого лучше бы снимала мукбанки. Причем люди это пишут в такой агрессивной форме, когда на моем основном канале нету видео. Сначала мне было немножко даже приятно, что вы скучаете по мне, понятное дело. Но сейчас люди начали переходить в какую-то грань. Я считаю, что если я один день, например, не закинула видео на основной канал, это не значит, что я про вас забыла, что я на вас забила. Что я занимаюсь ерундой. Мой второй канал очень хорошо развивается. Уже 6,5 тысяч подписчиков на моем втором канале. Я понимаю, что кому-то это может не нравиться. И это нормально. То есть не все форматы видео нравятся всем. Например, даже мукбанки. Вот мы с вами, например, смотрим мукбанки, а кто-то просто посмотрит на нас и покрутит у виска. Вчера я в инстаграме девушка написала. Девушку зовут Оксана Ксю. Опять нет видео на канале с мукбанками. Зато занимаешься какой-то ерундой. Как будто тебе 5 лет. Да кому нужен твой второй канал? Совершенно неинтересно. Снимай лучше мукбанки. А то вообще перестану смотреть. Я вот не понимаю подобные сообщения. У людей такая реакция, как будто я пропала, не знаю, на неделю. У меня в последнее время какая-то странная, навязчивая идея. Мне постоянно хочется рисовать. Я не могу по ночам спать, потому что я думаю, блин, какие коллекции можно нарисовать. Я не могу заснуть. Например, вчера я заснула в 5 часов утра. Такое чувство, как перед каким-то важным днем вы не можете заснуть. Например, надо заснуть, а ты не можешь. Вот у меня такое состояние. Хотя вчера я всего спала 3 часа. И опять вчера я не смогла заснуть. Мама предлагает пить. Хотя бы до тех пор, пока не восстановится режим. Но в любом случае, я считаю, если человек чем-то увлечен, у него есть это желание рисовать, там что-то делать, развивать второй канал и так далее, мне кажется, не надо как бы палки в колеса ссувать. Это, кстати, барбарис и кефир. Второй уже с зеленью к табик. Вот это что такое, да? Я пыталась приклеить LED-освещение, вот эту вот LED-ленту на двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч прилип к стене просто намертво. Но диодная лента так и не приклеилась. Она постоянно сползает. Даже не знаю, что делать. Если вы не смотрели видео с распаковкой, то обязательно посмотрите, как раз таки там я вам показываю это освещение, которое сзади было. В общем, много сообщений было. Давайте не будем продолжать эту тему и отвечу на интересный вопрос от моей подписчицы. Здравствуйте, Айка. Очень приятно смотреть ваши видео. Спасибо огромное. Мне вот интересно, кто по профессии мамочка и давно ли она не работает? На мой взгляд, она может готовить домашнюю еду на заказ и продавать, устроить такой бизнес, если ей скучно дома и нечем заняться. Кем работала моя мама? Моя мама не имеет высшего образования, к сожалению. Училась она всю жизнь на русском языке, потому что у меня мама родилась в Дагестане, а Дагестан это как бы Россия. Что касается приготовления тортиков и всего этого на заказ, даже домашней еды. Одно время мы начали свой бизнес. Мама готовила грузинские хинкали. И мы их продавали. Самая проблема была с доставкой. Так как мы живем на одном конце города, а заказ, например, на другом конце, иногда курьер за доставку хотел за туда и обратно 8 монат. Когда грузинские хинкали сами стоят, 10 монат за килограмм. А иногда люди заказывают всего 1 килограмм на пробу. И ты не знаешь, дать эти деньги на доставку, тогда работать в минус. Или как сказать клиенту, что за доставку вам нужно заплатить 8 монат. Это немножко было проблематично. Здесь знаете, какое решение? Вот я раньше всегда задумалась, почему все доставки суши, они находятся в центре. Хотя у них нет ресторана. Они просто работают на доставку. Но снимают помещение за бешеные деньги именно в центре. А сейчас я понимаю, почему. Просто потому, что в центре, во-первых, там очень много курьеров, которые работают не только на твое заведение, но и на другие. А во-вторых, везде недалеко. То есть ты находишься в центре. Тебе и до этого конца города, и до другого конца города, получается, недалеко. И тогда нужно было что-то делать, потому что заказов было много. Спасибо вам огромное. Вы оценили. Много кто заказывал. И действительно, на этом можно заработать. Просто получалось так, что мама с утра до ночи просто лепит грузинские хинкали. И ты же не можешь сказать, что извините, я не могу взять ваш заказ, потому что у меня, не знаю, у меня нет времени, например. Это надо было просто нанимать еще одного человека, помощника мамы, снимать квартиру в городе и развивать все это. Например, поблизости кидать листовки, что вот я делаю грузинские хинкали по такой-то цене. Кто хочет, пожалуйста. Плюс, мы делали только из хорошего мяса. Не то, что что попало, взяли, купили, слепили, продали. Нет. Ингредиенты были как сами себе готовим. Никаких консервантов, никаких усилителей вкуса, ничего. А это все обходилось на самом деле дорого, потому что, как я поняла, в магазинах, например, продаются пельмени. Мясо там не на 100% здоровое, нормальное мясо, а что попало кладут. Мясо там не на 100% здоровое, короче, месяц где-то поработали, мама тоже устала. Потом мы решили закруглиться. Еще такой момент. Маму очень доставали. Я оставляла ее номер в шапке профиля ее инстаграма, но все знали, что это моя мама. Мама брала трубки. И получается звонили дети на ватсап, часами просили с ними поговорить. Отдайте трубку Айке, пожалуйста, и так далее. Я, конечно, понимаю, что мои подписчики и все дела, но мне можно написать просто на мой инстаграм. Даже был случай, одна девушка пишет маме, точнее, даже звонит маме и говорит, я хочу купить. Мама говорит, да, пожалуйста, сколько вам килограмм? Она такая говорит, нет, я килограмм не хочу. Килограмм стоит 10 монат. Она говорит, можно мне 4 штуки? В одном килограмме 16 штук. Это получается, она хочет грузинские хинкарки, где-то на 2-3 моната. Мы говорим, из-за 2-3 монат это получается 150 рублей, да? 100 рублей. Мы не можем, как бы, сделать вам доставку из-за такой стоимости. И она такая, ну ничего, говорит, я сама приду, заберу. Говорит, у меня дети обожают Айку, заглянем к вам, попьем чай, и заодно заберем грузинские хинкали, купим у вас. Я такая в шоке. В смысле, зайдем на чай. Я вас абсолютно не знаю. Вот реально по отдельности, возможно, с каждым из вас я бы смогла подружиться, мы бы с вами могли дружить. но когда ты человек абсолютно не знаешь, и он напрашивается к тебе в гости со своими детьми, и говорит, даже я не готов купить даже 1 килограмм грузинских хинкали, мне, пожалуйста, на 100 рублей. Я приеду, сама заберу, приеду с детишками, попьем чай у вас. Ты такая в шоке. Что? Или было такое, звонят дети, просто начинают смеяться, с разных номеров звонят. А позовите Айку. Сначала пытаются что-то типа заказать, тратят кучу маминого времени, а потом говорят, ой, мы не собираемся ничего покупать, мы просто хотели с вами поболтать. Естественно, взрослый человек такого не сделает, это делают дети. Некоторые просто звонили типа поиздеваться, поприкалываться, то есть люди разные. Поэтому как бы это все накрылось, я думаю, пофиг. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Немножко октабиков у нас осталось, но они обалденно просто вкусные. Рецепт я вам оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите и готовьте тоже. Всех люблю, пока!